Если вы хотите, чтобы ваша камера обеспечивала вас максимальной производительностью, независимо от того, используется она для записи видео 4К или захвата непрерывных серийных снимков, то вам нужно посмотреть это видео, в котором я помогу правильно выбрать карту памяти. У меня в руках карта памяти формата SD. К сожалению, но зачастую именно такая мелочь может испортить вам не только важную съемку, но и даже удовольствие от работы с камерой. В этом видео я проанализирую указанные характеристики на лицевой стороне и помогу разобраться, какая SD-карта подойдет именно вам. Ее буду выбирать для Canon EOS R6, но посмотрев это видео по аналогии, вы сможете подобрать карту памяти абсолютно для любой камеры. Привет! Меня зовут Сергей. Добро пожаловать на канал. Существует несколько поколений карт памяти формата SD, которые могут использоваться с камерой Canon EOS R6, SD, SDHC, SDXC. Потребительская разница между этими картами в максимально возможном объеме флеш-памяти, а также скорости передачи данных у последнего примера, но об этом позже. Обсудим несколько важных маркировок, которые указаны на лицевой стороне SD-карты и сопоставим их с требованиями Canon EOS R6 к параметрам карты для записи видео. Первая маркировка «Класс скорости» для обычных карт представляет собой цифру, вписанную в латинскую букву C, в данном случае C10, означает гарантированную минимальную скорость записи на карту, равную 10 Мбайт в секунду. Бывают карты 2-го, 4-го, 6-го, 8-го класса. В таблице указано, что с 10-м классом возможно съемка Full HD приблизительно 60 кадров в секунду. Выбирая карту памяти с этим параметром, вы сможете полноценно обрабатывать RAW фото и снимать видео с качеством Full HD. На сегодняшний день класс 10 – это наш минимум. Купив такую карту памяти, вы сможете сэкономить деньги, но ограничить себя в других видеовозможностях камеры. Но если вам достаточна съемка Full HD 60 кадров в секунду, то вот пример таких карт памяти с актуальной на момент записи видео стоимостью. По аналогии с предыдущей маркировкой, существует класс скорости UHS, часто называют рейтингом, где единица или тройка вписывается в латинскую букву U. Карты, работающие на высокоскоростной шине UHS, обеспечивают еще более стабильную запись видео и охватывают практически все режимы записи, кроме 4К при 60 кадрах в секунду и режим интервальной съемки 4К. UHS, Ultra High Speed, рейтинг почти что полностью повторяет понятие класс карты, о котором мы говорили ранее. Но UHS – это в первую очередь новый стандарт шины передачи данных. Цифра 3 говорит о минимальной скорости записи на карту памяти, которая равна 30 Мбайт в секунду. Это золотая середина для Canon EOS R6. Я бы посоветовал вам рассматривать карту памяти с этим параметром. Все-таки 10 класс с минимальной скоростью записи 10 Мбайт в секунду будет ограничивать видео возможности камеры. Как вы видите, цены у этих карт приемлемые, даже при заявленном накопителе в 512 Гбайт. Следующий маркер – римская цифра 1 или 2. 1 означает UHS-1. Такая карта памяти имеет один ряд разъемов. А вот UHS-2 имеет два ряда разъемов. С картами UHS-2 скорость чтения в 3 раза выше карт, имеющих цифру 1. Canon EOS R6 совместима с новейшими технологиями UHS-2 и поддерживает карты предыдущего поколения. Третья маркировка, наиболее важная для записи видео, переводится как класс скорости видео или V-класс и служит маркером передачи данных с камеры на карту. Число рядом с ней обозначает количество Мбайт в секунду, которое камера может записывать. Например, V30 имеет скорость записи 30 Мбайт в секунду. И тут возникают трудности, потому что кодеки камеры относятся к Мбитам, а не к Мбайтам. Поэтому необходимо конвертировать Мбайт в Мбиты. Я конвертировал 30 Мбайт и получил 240 Мбит. Чтобы понять, как нам применить это число, обратимся ко второй таблице, которая доступна в руководстве Canon EOS R6. Итак, полученная скорость идеально подходит для большинства видео в Full HD со скоростью ниже 240 Мбит в секунду. Но если вы хотите снимать абсолютно во всех режимах без ограничений, вам понадобится более дорогая SD-карта EOS R2, рассчитанная на V60, чтобы не отставать от этих скоростей записи, чтобы у вас не было пропущенных кадров или ошибок записи с вашим видео. Из таблицы видно, что для камеры EOS R6 для записи видео 4К интервальная съемка нам необходима 470 Мбит в секунду. Это число мы конвертируем в Мбайт и получаем 58,75. Таким образом, SD-карта памяти с маркировкой UHS-2 V60 раскроет все видео возможности камеры Canon EOS R6. Теперь необходимо определиться с объемом памяти. В таблице указан объем в Мбайтах 1 минуты и общая длительность записи, которая поместится на 128 Гбайтную карту памяти. Вот пример с ценами такой карты. Разумеется, я подобрал карты памяти с маркировкой UHS-2 V60, которые раскроют максимальные возможности камеры. Вероятно, вам понадобится карта большего объема, поэтому сделал подборку с теми же подходящими параметрами, но увеличенным объемом памяти. Что касается еще нескольких параметров, указанных на карте, например двух чисел 270 после буквы R и 120 после буквы W, то эти параметры относятся к скорости передачи данных на компьютер. Если необходимо молниеносно передавать данные с карты памяти, то стоит обратить внимание на более скоростные, соответственно дорогие карты. Представленные показатели являются хорошими. Привожу пример на этой карте, так как для себя выбрал именно ее. Она устраивает на все 100% мою камеру, в компьютеры файлы загружаются достаточно быстро, по цене она приемлема и имеет гарантию производителя 5 лет. Это не является рекламой, ведь я делюсь с вами личным опытом, так как уже протестировал ее некоторое время, убедился, что все работает исправно, вчера купил вторую. Буду рад встретиться с вами в комментариях, если у вас есть опыт работы с другой картой памяти и вы можете ее порекомендовать другим зрителям. Теперь у меня две карты памяти, с помощью которых будут создаваться резервные копии и они помогут мне комфортно взаимодействовать со всеми видео возможностями и серийной съемкой. Есть разновидность этой серии карты, но с большим объемом. Нужно упомянуть, что для быстрой записи и передачи данных в камере Canon EOS R6 предусмотрено два слота для карт памяти SD. Это означает, что мне, к примеру, доступна настройка камеры для сохранения файлов формата JPEG и RAW на разные карты памяти или для создания резервных копий во время съемки для максимальной надежности. Камеру EOS R6 также можно настроить на сохранение фотографий на одну карту, а видео на другую, что помогает продолжить съемку, не прерывая творческого процесса. Если вы пока не планируете создавать резервные копии, то вам понадобится одна карта памяти. Позвольте дать еще небольшую рекомендацию. На картах памяти семейства SD сбоку есть аппаратный переключатель. Этот замок блокирует возможность записи на карту памяти. Если он отломается или не будет заблокирован в заданном положении, то записать данные на карту памяти будет невозможно. До новых встреч! Вы можете посмотреть на канале другие видео. Пока-пока!